Тук-туковая многоножка. Полицейский. Этот, наверное, где-то 2,5 метра. Миша, короче, решил угнать велосипед. Миш, пойдем вниз собирать соду. Бывает пищевую соду, которую вы кушаете каждый день. Вот такие вот люди, вот такого же примерно возраста. У меня просто соль все время разрушает кожу. Посмотрите, что у них с ногами. За все просят доллар. Но, короче, это... Да мы их сбивали, просто друг за другом они делали так. Не надо, дядя. После нелегальной ночи в Эфиопии мы вернулись на границу. Сейчас получаем визы и идем. Едем дальше. Вот такая вот граница. Полицейский. И мы уже пошли за визой. Иногда даже простая заправка становится тем еще приключением. Вы только поглядите на эту гусеницу из тук-туков. Тук-туковая многоножка. И вон там она еще заворачивает. Все дело в том, что на этой заправке вообще в этом городе только одна колонка с бензином. В Эфи, видимо, какой-то дефицит с бензином. Поэтому они отпускают только по 20 литров максимум. И по цене на 6 литров дороже, чем заявлено. Больше, чем стоит вот здесь вот. Нет, видишь, он закрывает даже. Видимо, себе барыжет парень. Мефиопия примечательна тем, что тюрьмики немножко не такие, как мы видели в другой Африке. Они, смотрите, такие тонкие и высокие. У меня высота где-то метр восемьдесят. А этот, наверное, где-то два с половиной метра. И шириной, ну, может, сантиметров сорок. Иногда покидают термиты их, и в них живут другие животные, например, змеи. Горючка кончается. Нам пришлось становиться в небольшом городе. Здесь нету заправочных станций, как таковых. Здесь есть так называемый петрол-хаус. То есть в обычных домах, в канистрах люди продают бензин. В общем, заправка называется Puma. Таких по всей Африке много. В общем, на Total и на Puma на двух заправках петрола не было. Сейчас идем на другую. Когда видишь канистры вдоль дороги, это значит, у них бензин. Вон, видите, девушки нам тащат, чтобы продать. Причем, самое интересное, они продают по 22, а на заправке нам впарили по 25. Вот пришли на другую заправку. Здесь же Strigut, и здесь же заправка. О, это 20 литров, да? Да. Вот такой мерный стаканчик. Это петрол, нет дизель. Петрол, да. Да, окей. Предложил сначала 25, мы торговали за 22. Все, нам зальют бензо. О, пролил 100 грамм бензина. 200 грамм уже пролил. Сколько здесь, 10 литров? 20. Видишь, у нас полбака какой-то, да? Да. Ну, как раз разбавится. Вот, смотри, какой чувак крутой. Иисус Христос. Нет, это Джизис. Джизис Крайм. Джизис Крайм. Миша, короче, решил угнать велосипед. Ну, боже, концу идет, я. Давай, ноги ставь. Ра-ра-ра. 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 Вот оно, соленое озеро, до которого 2 километра идти. Там стоят палатки. Миш, пойдем вниз собирать соду. В общем, мы находимся на краю пропасти, на содовом вулкане. И внутри этого вулкана озеро, содовое, где добывают пищевую соду, которую вы кушаете каждый день. Вот такие вот люди, вот такого же примерно возраста. Я не знаю, сколько им платят, но это наверняка очень мало. В общем, мы все-таки решили идти. С нами пошли сразу 25 сопровождающих, которые прекрасно знают местность и которые готовы нам все рассказать. Местные перемещают добытую соль на асфаках, на бедных и после. Вот так у них разделен труд. Один человек выкапывает соль со дна, перемешку с илом и грязью. И складывает все это в помост. Он зафиксирован, это не лодка, он не плавает. Просто складывает туда соль. А вот эти люди перекладывают из тех канистр в тазики и относят в кучки на берегу. Этой соли здесь много кучек. Потом эти кучки кристаллизуются на солнце и ее уже сортируют по разным пакетам. Это кристаллическая соль. Кристаллическая соль это когда есть вода и в ней содержится большое количество соли. И когда вода из этих кучек испаряется, соль кристаллизуется в такие кристаллы. То есть она не добывается, она не каменная, она не копается, а она именно методом испарения получается. Смотрите какие у них ноги. Они добывают соль здесь годами. И у них просто соль все время разрушает кожу. Посмотрите что у них с ногами. Вот так вот они выглядят полностью. Ребят, я сейчас стану вот как эти парни. Белые, в принципе и так белые, но я стану еще белее, потому что я решил залезть туда в озеро, добыть немного соли. Вся почва под ногами это вот такая вот штука. То есть в ней можно зарыться спокойно по пояс. Но я сначала зачем-то окунулся, чтобы ее добыть. И вы представляете, что произошло? Я после не смог открыть глаза. Вообще! Меня не дико щипали. Одному из моих попутчиков пришлось идти за свежей водой, чтобы промыть мне глаза. Иначе бы я шел вот так вот с закрытыми глазами, как вий какой-то. В общем, Мика Рон Каймен и Королев Роман рекомендуют к посещению соленое озеро в Эфиуме. Ты чипер города, да? Да. И как его имя? Меня зовут Синтайо Тунне. Смотрите, этому человеку 30 лет. У него есть жена и четверо детей. Мне 31 год. У меня есть жена и один ребенок. Я бы, честно говоря, думал, что ему лет 40, если не больше. Зато он шеф. Деревня, а ты кто? Да, а я херпой никто. Не, ну реально здесь люди очень быстро стареют, и это очень сильно заметно. Короче, он сказал, что если вы хотите стать мэром деревни, вам надо много работать, и потом, когда вы проявите себя хорошо, вы заявите в правительство, что вы хорошо работали, вот ваши результаты. Короче, как в колхоз. Пошел в райком, сказал, что он лучший на деревне, и его сделали мэром деревни. Вот, теперь он собирает деньги с таких, как мы, и нифига не работает больше в шахте. Сходили на озеро, сейчас пытаемся уйти от толпы. Они идут за нами, просят деньги за все. Я ходил с тобой, я смотрел на тебя, если бы не я, ты не спустился бы. За все просят доллар. Но, короче, это, мы уходим. Мы дали дофига денег там местным всякие, купили всякие безделушки, воды купили по доллару, хотя она стоит 30 центов. Все нормально. Мы уходим, едем дальше, едем в Одиссабебу. После того, как черные ребята облепляют машину, вся ее поверхность оказывается в таких вот следах, как будто мы их сбивали, просто друг за другом они делали так, не надо, дядя, пожалуйста. Водиссабебу обнаружили странное геологическое образование. Угольный бассейн. Эфиабас. 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 Как Кузбасс, Донбасс. Эфиабас. Я не знаю, кто назвать. Абибас. Короче, тут едут ребята в кузове грузовика, я подумал, что они хотят пить, наверное. Мы решили подарить им бутылочку кофе голы, но поскольку нам не останавливаться, мы сделаем это прямо на ходу. Дома решил попробовать местный кофе. Его готовят, смотри, вот на такой штуке, видишь, на угольках, раскаляют. Зариту, местная бариста, она готовит лучший кофе в этом регионе. Сейчас я его попробую. Но могу сказать, что он не такой горький, как обычный кофе, но хотя достаточно крепкий. Но колумбийский кофе мне нравится больше. Этот более такой, более терпкий. Сколько баллов? Шесть. Шесть баллов. По свету давай проедем сколько можно. Запомните эту девушку и не приезжайте никогда в Эфиапию, и не прийти в любой кофе. Шесть это мало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова